так запись пошла значит завтра день победы на сегодня 8 мая по логике вот и победы на святой день связан с многими жертвами победы силой духа значит смотрите мы с вами общались только один день скорее все это было так попутно а напрямую мы еще не с вами не дружили еще нет значит между нами где-то 200 километров так вас зовут евгений сахар вот вы живете примерно в районе базы или нет за базу еще дальше еще дальше вы не сравнили наши климаты вот вы сказали у вас уже все цветет вот на сколько вас отстает на неделю на три дня зима я бы сказал недели на 3 наверно дело о чем у вас в базе жил сашего небесное предприниматель сейчас фамилию не буду говорить он меня вызвал туда как сказал что я заплачу я вас вызываю карту специалиста и писал за мной машину вот я приехал к нему и увидел страшную картину было потрачено 6 миллионов рублей был огорожен участок этого базе причем вот знаете где вот сверху смотришь обоза внизу обоза внизу заречь вот у меня аналогия с вами почему вот вы сейчас взяли и купили у меня книгу я провожу аналогии сейчас поймете это важнейший момент но этого еще не купили это уже купили это куплю да покажите вот так вот значит чем заключается аналогия надеюсь мы будем друзьями потому что будет потому что сам факт что вы мне доверили и так этот случай особый я просто использую вас хотя у вас длинная дорога позади извините использую для того чтобы рекламировать книгу а чтобы рассказать что такое современное садоводство в базе мне уверяли местные жители климат практически такой как вот здесь у меня я знаю что там холоднее там горы это все понятно вот но тем не менее пошелся человек который сравнил и говорил день в день засветает ну вот есть такое может быть сама обоза гореть себя все-таки крупные ученики нет я бы не сказал почему потому что вот я сейчас проезжал река абакан мимо базы а здесь река енисей река енисей никогда не замерзает река абакан сейчас стала разливаться сейчас идут талые воды бурлит начала из берегов уже вот-вот выйдет уже ждем холодное и не сравнить с теплыми не сеем не насчет теплый нет то что он не это не замерзать теплый я сможешь так плюс один все это теплый абакан замерзал там метровые все равно 0 градуса то есть разницы практически нет нет есть разница нет нет я говорю есть но разница такая у меня допустим в сравнении с абаканом 1 2 градуса ну каждый день в абакане температура минус 50 минус 40 а у меня значит минус 38 вот это я имел ввиду ладно сейчас я скажу главное дело в том что все уперлось в эту книгу такую же книгу название другой автор я не буду говорить автор вот почему он живой не дай бог увидит мало ему у всех у нас много жизненных обстоятельств ему только не хватало то что я сейчас расскажу а я что рассказываю и так книга очарован человек вот и там получилось вот делать так 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 и у тебя будет садов еще раз вы подчеркнули правильно в обозе холоднее я это знаю и чек взял а у него он предприниматель он директор завода там есть какой-то завод в обозе что-то вроде оборудования горных вот такое вот он был этим то есть он предприниматель и не маленький и еще у него вспоминаем цех по производству напитков эти напитки он рассылал вплоть до на риска сейчас не знаю сектор он меня знаком с этим у меня фотографии и так значит я у него в гостях поднимаемся вверх-вверх-вверх обоза и вверх есть фотографии сделаны его рукой есть его слова в реке сказать позорьте меня вот так чтобы больше никто так и не по не по это деньги не раскладывал бригада нанята бригадир здоровый мужик мордастри и женщина под названием знаете как агроном да полно это я не стал спрашивать если у него агрономическое образование но она как раз и мешает то есть если все делать а у него и получилось так и он еще сам лично взялся за эти саженцы рассказываю учетную может быть вам я для людей стараюсь если вот эти две книги не купили вот они вот так покажите их моя физиономия дайте покажу эти абрикосы для меня это не самое крупное да вот и так далее в общем получилось следующее что я увидел почему говорю у вас саженцы такие это вы по заказу вам их вы ему запретили приезжать все сибирские питомники запретили и вплоть до урала и он был вынужден вот этих посылках жалких вот эти саженцы купить несколько тысяч штук все яблони вот несколько других это не считаю яблоневый сад для производства напитков эти же он искренне у него еще был кустарниковый сад смородина против тот может сейчас жив вот тут вот смородина и облепиха меня все это на фотографиях яблок как таковых не знаю а он-то выписывал дни ранетки он выписал самые раскрученные сорта другое дело что ему прислали итак когда он открыл посылки у него были саженцы небольшие все они имели штамп то есть нижние ветки были заранее отрезаны а потом положенную посылку его не смутило то что он оказался как сказать не не заподозрил что почему нельзя приехать и купить партию эти же ты сегодня даже благо вон питомник сергея вот вот сразу бы продал бы эти тысячи и поехал куда-нибудь отдыхать здоровье уже не самое здоровое вот у него нет по одному продают по два а тут отказались и он с детских питомников эти посылочки что он сделал он их посадил в ямке в ямке насыпал золы так что они были взяла было вот так и с конусом сырая это два ну и то что я увидел на них практически не было листьев кстати вот и фотографии есть доказательства дальше он лично своими руками брал книгу и написано бороздование автор книги уверяет что зачем ждать пока на деревьях появятся трещины мы заранее искали ой он не имел ввиду слова искали мы заранее спасем дерево от трещины мы эту трещину ножом бороздование прием такой придуман и на каждом саженце было бороздах а это тем более добавилось беды ну представьте себе что вам да вы давайте я сейчас у него вот вон он нож давайте вам сейчас не вам ему автору книги борзу нанесу где-нибудь на спине на животе это же дико а тут получается дерево и так плохо трескается кора давай мы заранее сделаем и мы этим спасем вот это было дикость так вот потом значит кроме этого что было уже на тот момент на дереве практически нет листья они еще живы а уже листьев нет то есть уже получалось что что-то надо было предпринимать вот и и когда я думаю до конца уже я выкапываю демонстративно саженец я вижу корни были как сделаны представим себе я про бригаду а он зацелить все не может писать себе маленькую ямку вот такая как в виде гильза вот показываю да а корни было по объему чуть больше и они маленькую ямку копали большую затем корни вдавливались туда поворачивались наружу как концы и в таком виде закопаны я вынимал и показывал ему одну за одной я же вижу где самые больные деревья я вынимал а у них корни вверх торчат вот это все было это был ужас вот и и он мне все это вот по я по книге я по книге вот то есть на тот момент уже ясно было что сад не спасти и уж надо было опять выкопать и посадить на холм его надо было много чего ну все я сказал у вас сада не будет проще заложить новый а он же люди а он уже там постройки по до туалета там уже это сам награда сделано 6 миллионов мне сам эту цифру назвал вот и я почему спросил есть в обозе очень любознательный человек такой же садовод как мы с вами вот и тогда получается не вас спросил вот такой предприниматель вот сад там вверху выше обозит это наведите справки навел нету я был него сада все оказалось пустую вот это и у меня до сих пор обида он уже на том свете но все равно обида за этого человека у меня там друг работает вот ему вот так частенько езжу я у него брал черенки жимовости мне хочется больше ста разных кустиков жимовости вырасти все понятно так теперь значит теперь до вас добрался значит какие у вас чтобы убрать мы подружили что-то и от меня зависит будущее вашего сада какой-то степени да поэтому я вас хочу спросить какой стадии сейчас ваш сад если честно сказать я только-только взял землю в аренду у меня там будет примерно полтора гектара это конечно мало так вы с ума сошли сажать деревья например как вы говорите через каждые три метра то в принципе я думаю хватит до конца жизни чтобы там трудиться хватит давайте так у меня было 5 гектаров у меня есть опыт определенный том числе отрицательный да сад сгорел но не просто сгорел вот его сожгли специально это бывает жизни вот а подробнее не буду а он уже был подносящий значит вам придется имеет даже полтора гектара иметь технику что-то вроде трактор мини трактора навесное оборудование и самый главный из него знаете что будет это очень очень сильно весело мне понравилось когда я обзавелся лучельником мы же говорим как дела близких садовцев пусть люди послушают значит интересно следующее как есть понятие престольные круги у вас будут так полторы сотки еще же нет значит я могу подсказывать итак ряды ряды междурядьях у вас должно быть метров сибирь север это же не огромное деревья значит междурядьях 5 метров так теперь между нет чтобы размахнуться лучельником 6 метров так теперь значит полностью получается вокруг противопожарная полоса очень широкая не меньше пяти метров это не факт перед поэтому я знаю у меня сгорел посаженные искусственные 3 3 рядные сосновый сад он у меня уже 10 лет ему было а пропажка была сделана капитально где-то метров 6 все равно искра прошла туда со степи и он горел как спич как свечки я думал метров десять делать эту борозду да но это это тоже это тоже не дешево учитывая площади но без этого нельзя дальше междурядья пропахивать придется вот междурядья теперь сколько сказать вам сколько у вас будет у вас будет надо садить чуть погуще принципе такой не каждый выживет если между этими три метра если какой-то погиб будет 6 метров это нормально от 3 до 6 пусть некрасиво если какой-то подсадить можно потом в общем 500 саженцев 500 деревьев на постоянку вот этот момент их надо в разнобой сажать чтобы не было там допустим здесь одна кучка здесь другая кучка так насчет одна кучка другая назовем сортами ну да значит внутри одного вида надо будет разные сорта но не обязательно садить эту яблоню через пять метров абрикос так уже не надо итак 6 на 3 и тогда у вас будет 500 деревьев вырастить их можно самому о и знаете целая лекция получается вы уставший с дороги сейчас с вами делаю это вот тогда да значит два случая для меня два краха жизненных первый крах сгорает этот самый сад уже на следующий год на месте моего сгоревшего пятигектарного сада выросла несколько десятков тысяч я не преувеличиваю из-под земли вылезла корневых отводков заметьте корневые отводки чем они хороши они уже приучены культурным раз ведь это же отводки от культурных яблок сгоревших 1600 яблок сгорело плодосящих это было это отдельная история как это могло случиться вот как мне сказали милиции усердь охрана так вот слушайте сюда если как а вдруг я вас наоборот отговорю напугает это тоже хорошо все что бог не делает все к лучшему так вот сейчас я с одной стороны у меня это было я беру значит приваю прям там же на месте не выкапывая 600 яблонь накрывая их бутылками получилось 500 прекрасных вовремя проснувшихся я только проснувшиеся вырезал с комом земли и привозил сюда вы думаете что я садил тут нет меня тут ждала очередь я продал 500 только проснувшихся только с комом земли вот этих вот этих вот таких вот двумя почками каждый я продал 500 по 500 на четверть миллиона выкрутился я я этот как меня можно назвать по горельцам выкрутился здесь то еще ничего не было потому что я забросил дачу когда переехал на 5 гектар здесь растет себе даже не подходил не собирал даже абрикосы плоды не собирал вот но я сначала самого простого это очень важный разговор может может быть он судьбоносный то чтобы сейчас тут сидеть а я вам голову морочу смотрите сейчас объясню это очень-очень важно поверьте значит 10 лет назад случилось казалось бы и сейчас я вас отвез бы показал где они растут вы их накопали я вас научил привать поделился бы еще может сенками все прекрасно год-два и на третий год у вас первое яблоки нет 10 лет назад случилась страшная беда ее не заметил ученый мир хотя у нас полно этих учебных учреждений красноярск абакан минусинск-шушинска никто это ни ухом ни рылом грибы съели бронье пришла бактериальная болезнь рак это как раз самая безобидная гриб на свете самый он спокойно вот я бы не загубили там обрезку неправильно сделали за посадили неправильно вот прививка до дохленькая бывает запревается наполовину начинает болеть вот и там где появляется мертвичина только мертвая ткань едят грибы это их право это их обязанность света это их происхождение это их роль цель жизни всей планеты ценнейшая вещь вместо этого и уничтожают а а кстати уничтожить не могут это невозможно вот а уничтожают свои деньги уничтожают это извините я разговаривался уничтожает значит почву вот месяц грибами там там грибы такие же грибы что на дереве их родные братья там почве которая служит цепочкой вот там черви там ценнейшие муравьи которые тоже окружены дикой злобой уже не ненавистью уже не просто не прежде всего дикой злобой вот таком мире мы живем так вот яблони промышленный сад полтора гектара 500 это немало я работал с двумя тысячами а вас получается 500 все равно немало значит вы можете оказаться у разбитого меня сад сожгли до эпидемии что было бы сейчас дошла бы она до острова до птицы есть конце концов принесли бы сейчас я сделаю нажму кнопку и стоит продолжать этот разговор потому что надо дальше впереди а что делать я думаю делом то надо заниматься так сейчас я тогда нажимаю начинаем вторую серию